Увидеть настоящий чемпионат по лапте – небывалая редкость. Про эту русскую народную игру хоть и знает каждый второй, однако игровой практики определенно не хватает. Во Владивостоке возрождать этот командный вид спорта решился молодежный ресурсный центр, который в этом году провел уже второй чемпионат города среди школьников. Четыре года вообще мы играем в лапту с 2013 года, но первые два года проводили мы только районные турниры, первый чемпионат в прошлом году провели. То, что за четыре года у нас образовалось 40 команд в 40 образовательных учреждениях, то есть половина школ города сегодня играет в лапту – это замечательно. К чемпионату, который, к слову, шел в течение почти всего учебного года, готовились основательно. Командам сначала нужно было стать лучшими в своих районах, чтобы выйти в полуфинал. Игроки ради побед делали все возможное, ходили на мастер-классы и тренировались по несколько раз в неделю. Учителям же приходилось вживаться в роль настоящих спортивных наставников. Там, когда мяч поймали, почему так долго? Мяч поймал, сразу кинул передачу. Там уже и педагоги, которые выступают в качестве их тренеров, преподавателей физкультуры, они постоянные составы команд формируют. Они иногда даже уроки физкультуры заменяют тренировками по лапте, поэтому достаточно системно уже готовятся. Всего в этом сезоне в соревнованиях приняли участие 24 команды. Это около 300 человек. По итогу долгих баталий в финале оказались три школы – 56-я, 14-я и 7-я. Первые две были в числе лучших и в прошлом году. А вот коллектив из 7-й школы дошел до финала впервые. В прошлом году мы взяли серебро. Ну, там был маленький отрыв от золотой медали. А кому вступили? В 79-й школе. Ну и сейчас мы надеемся выиграть. 14-я школа – сильная команда, потому что, на мой взгляд, им не по 14 лет никак, они им лет по 15 как минимум. Вот. 56-я – тоже хорошая команда, но мы их выиграли. Финальный игровой день прошел довольно быстро. 56-я и 7-я школы показали неплохую скорость и подготовку, но эти команды ничего не смогли противопоставить сборной в черной форме. 14-я школа уверенно стала чемпионом города и забрала свой почетный кубок. 7-я взяла серебро, а 56-я – бронзу. Стоит отметить, что такой уникальный для Владивостока чемпионат уже приносит свои плоды. Его заметили на Западе. И теперь Всероссийская Федерация Лапты желает видеть приморскую столицу в своих рядах. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.